Фильм САПС В музее имени Арсеньева в рамках открывшейся выставки в семи сеансах создатели картины САПС рассказали, как проходили ее съемки более 20 лет назад и раскрыли секреты ее создания. Съемочная команда состояла из представителей культурного сообщества Владивостока. В производстве киноленты не принимал участие ни один известный на тот момент кинематографист. САПС снимали без поддержки крупных киностудий, а сама работа над фильмом стоила его создателям огромных усилий. Все очень тяжелое. Камеры тяжелые, емкость сама не весит и так далее. Сейчас в принципе все снимают на фотоаппараты и по технологии это примерно то же самое, потому что звук все равно отдельно приходится писать. САПС это драма «Одиночество», рассказанная через историю взаимоотношений молодой пары, вдохновленная романом Джека Керуака «Подземный», который можно назвать самым трогательным и романтичным среди произведений культового писателя. Режиссер фильма Глеб Телешов не экранизировал роман, а скорее представил серию размышлений о философии битников и ее восприятии российским культурным контекстом. Кино это же не просто набор кадров с музыкой или со звуком, с каким-то синхроном. А сложнее всего сделать так, чтобы оно живое было. Но каким-то странным магическим образом надо это умудриться сделать, чтобы кино зажило своей жизнью, независимо ни от чего. Киноискусство Владивостока прошлого столетия интересно его жителям. Сегодня на выставки, посвященные истории кино города, приходят не только те, кто имеют отношение к этому искусству, но и публика абсолютно разного возраста. Вообще очень интересно, что у нас такие ребята есть. Очень интересно. Все-таки уровень очень интересный. То есть вот видно, что человек еще способен на очень многое, я так думаю. Мне тоже очень понравилось. Я никогда не задумывалась, что кино Владивостока может быть не настолько интересно. В общем, все очень здорово. Глеб доступно рассказал нам о том, как сложно было сделать кино, и просто практически из ничего они это сделали. Спустя почти 20 лет в планах у Глеба Телешова создание очередного фильма своих серьезных замыслов режиссер пока не раскрывает. Но ясно одно – новая картина будет затрагивать проблемы нового времени. Анна Бережная, Кирилл Кузьмин, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.